Это итоги недели в студии Мария Бересневич. Здравствуйте! А вот заголовки уходящих 7 дней. Выгодные кредиты, популярный формат и вирусные инфекции. Учащиеся с ОРВИ могут отсутствовать на занятиях без справки. Сколько дней? От микросхем до самых больших на планете карьерных самосвалов. Беларусь отмечает День машиностроителя. 2022 год традиционно оказался очень интересным и благотворным в плане продаж. Как встречают праздник предприятия. Послание церкви людям. В Бобруйске прошло гашение почтового блока к 1030-летию православия на наших землях. Дизайн разрабатывался белорусским цирхатом. Какую роль играет вера в становлении человека? Экобокс для блистеров. В поликлиниках города появились контейнеры для сбора просроченных лекарств. Регулярно проверяли свои аптечки не меньше, чем раз в году. Почему не стоит выбрасывать таблетки? Таланты из народа. На фондоке провели кастинг музыкального телепроекта. Мы заканчиваем наш отбор республиканский на очень хорошей, доброй, позитивной ноте. Когда ждать шоу в эфире? Запрет на русский, борьба за жизнь и призыв на службу. Президент России объявил о частичной мобилизации. Кто отправится защищать страну? Перспективы инвестиционного сотрудничества по линии Минск-Пекин. Александр Лукашенко встретился с первым вице-президентом китайской компании. City Construction развела в нашей стране ряд крупных объектов. Более того, вошла в акционеры Белджи и Белорусской национальной биотехнологической корпорации. Сейчас партнеры реализуют здесь три инвестиционных проекта. Когда они будут завершены и каковы планы на будущее? Президенту это важно знать в ожидании новой встречи с главой КНР Си Цзиньпином. Мы провели обстоятельную и содержательную встречу на земле Самарканда с председателем. Обсудили все экономические вопросы нашего взаимодействия, в том числе и вопросы, которые входят в сферу вашей компетенции и ответственности. И договорились, что после 20-го съезда КПК мы более основательно в таком рабочем режиме поговорим и об экономике, и о политике, и о военно-техническом сотрудничестве. Поэтому мне надо выяснить ряд вопросов, которые связаны с вашей компанией. Точной даты будущей встречи пока не называют. Известно, что съезд коммунистической партии Китая стартует в середине октября. Второй дом, акционные ценники, белорусский вояж. БелЖД запустит регулярный туристический поезд. Какие направления развивает перевозчик? Громкие итоги недели далее в специальном обзоре. Беларусьбанк снижает ставки по ранее выданным кредитам на недвижимость. До 19,5% годовых для клиентов, которые оформили договор на покупку или строительство жилья с июня по август. Такие условия начнут действовать с 26 сентября. Учащиеся с ОРВИ могут отсутствовать на занятиях без правки до пяти дней. Норма будет действовать во время высокого подъема заболеваемости вирусными инфекциями. К слову, в стране регистрируется небольшой рост гриппа и коронавируса. Однако темп распространения в два раза ниже, чем в прошлом году. Прибывшие в Беларусь украинцы смогут получать пенсии и пособия на детей. Предоставление документов, подтверждающих неполучение таких выплат на территории соседнего государства, не требуется. Кроме того, значительно упрощен порядок приема на работу. В стране растет популярность магазинов формата дискаунтер. По темпам развития они не уступают гипермаркетам. Беларусы стали тратить деньги с умом, отдавая предпочтение выверенному ассортименту товаров первой необходимости. И охотнее, приобретая продукцию на скидках. Это экономит как бюджет, так и время. С декабря увеличится частота движения в Анапу, Адлер и Мурманск. Появятся беспересадочные вагоны Псков. Кроме того, Белжида планирует запустить на постоянной основе туристические поезда «Белорусский вояж». Железнодорожное сообщение с Россией активно развивается. Уже восстановлено 17 направлений. Клиент всегда прав. В Горисполкоме прошло совещание по итогам работы объектов торговли за 2022. В зале руководители крупнейших гипермаркетов, общепита и бытовых услуг. На повестке дня острые вопросы. От санитарного благополучия и безопасности до соблюдения сроков годности продукции и защиты прав потребителя. К слову, в Бобруйске свыше 2900 магазинов, павильонов, киосков и рынков. Общая площадь свыше 160 тысяч квадратных метров. Розничный товарооборот за полгода почти 721 миллион рублей. Особенно большое внимание мы уделяли дисциплине цен. Именно соблюдение законодательства ценообразования в объектах торговли, общественного питания и также в объектах бытового обслуживания. В городе Бобруйском на сегодняшний момент выполняются социальные стандарты. Это по обеспеченности торговых площадей, по обеспеченности общедоступных мест в объектах общественного питания. Бытовое обслуживание населения осуществляет 1029 объектов. Формы услуг самые разные. Салоны красоты, СТО, ремонт, пошив, одежда и многое другое. Особое внимание на совещании уделили работе по увеличению доли товаров отечественного производства. Визитная карточка и ведущая отрасль в экономике страны. Белорусские машиностроители отмечают свой профессиональный праздник. Это более 240 предприятий и свыше 150 тысяч работников. Нашему городу тоже есть чем гордиться. Изделия Бобруйска-Громаша, ТДА и ТАИМа известны далеко за пределами Синёкой. Здесь делают ставку на техническое перевооружение, повышение качества и конкурентноспособности. От тех, кто держит марку, Татьяна Горбач. Токарь-расточник Валерий Алексеев, мастер с золотыми руками, изготавливает инструменты повышенной точности. Каждое движение выверено до мелочей. Участок ответственный. Впрочем, других на заводе нет. Более 30 лет назад он связал свою судьбу с Бобруйска-Громашем и не пожалел. Председатель цехового комитета и бригадир, под началом которого трудятся 15 человек, не представляет себя без родного предприятия. Ребята у нас в бригаде хорошие, все прекрасно понимают, поэтому стараются, как и положено, сделать как можно больше, лучше, чтобы было и качество, и количество, и не уронить престиж нашего цеха. Бобруйска-Громаш держит марку 48 лет. В его цехах рождаются железные помощники для сельского хозяйства. От техники для заготовки и раздачи кормов до машин по внесению удобрений. Ассортимент продукции, более 100 наименований. Это одна из тех компаний, которая сегодня уверенно чувствует себя на международной арене и демонстрирует, что белорусы могут производить качественный, конкурентоспособный товар. География поставок свыше 40 стран. Большое сотрудничество у нас с Казахстаном, также рынки Армении, Киргизстан, Узбекистан, Азербайджан, рынки Грузии пытаемся освоить. Ну и также все остальные наши партнеры остались с нами. Хорошее у нас сотрудничество с Российской Федерацией. Ежемесячный контракт составляет более 150 миллионов российских рублей. Казахстан берет порядком где-то 2-3 миллионов долларов за полугодие. За последние три года Бобрус-Агромаш пережил серьезную модернизацию. С помощью государства здесь обновили техническую базу на 10 миллионов. В цехах внедрено более 90 единиц современного оборудования. Экономический эффект не заставил себя ждать. Это токарно-обрабатывающий центр с числовым программным управлением. Он позволяет производить высокоточные детали машин. Раньше изготовлением такой оси привода занималось 4 бригады. Теперь справляется один человек. Производственные успехи были бы невозможны без главного ресурса – профессионального коллектива. Ведь каким бы совершенным ни становилось оборудование, без умелых рук и светлых умов ему грош цена. А люди здесь работают креативные, ищущие новые концептуальные решения. Гордость предприятия – центр научно-технических разработок. За последнее десятилетие ассортимент продукции расширился более чем на 40%. И это все в условиях жесткой конкуренции. В разработке порядка 20 научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ как по доработке и модернизации серийной выпускаемой техники, так и по освоению новых образцов. На предприятии умеют не только работать, засучив рукава, но и отдыхать как следует. В преддверии Дня машиностроителя коллектив собирается во Дворце искусств. В этот знаковый день людей труда чествует руководство области и города. Звучит зажигательная музыка и теплые поздравления. Не обходится без наград. Грамотам и благодарностям нет числа. На сцену один за другим поднимаются те, кто обеспечивает высокий технический уровень продукции торговой марки «Бобруйска Громаж». 2022 год традиционно оказался очень интересным и благотворным в плане продаж. В действительности мы на начало года увеличили объем производства в полтора раза и не потеряли в связи с санкциями старых рынков. Кроме этого, мы обрели два новых рынка – Норвегия и Финляндия. Профессиональный праздник отмечают и на ТДИА. Здесь проводят день открытых дверей и награждают лучших сотрудников предприятия. 81 человек удостаивается почетного звания ветеран труда. Бобруйским машиностроителям есть чем гордиться. Всему миру известно высокое качество деталей, тракторов и коммунальной техники. По портфелю заказов можно изучать географию. В арсенале более 50 стран. Предприятие представляет собой крупнейшее предприятие Могилевской области среди промышленных предприятий города. И предприятие занимает лучшие места по социальному и экономическому развитию. У нас введена эксплуатация новая линия по изготовлению валов, на котором задействовано новое инновационное оборудование для механической обработки деталей типа вал. В городе немало достойных представителей машиностроительной отрасли. Например, ТАИМ – крупнейший в СНГ производитель пневмотормозных аппаратов и механизмов для грузовых автомобилей, автобусов и сиркустехники. Среди клиентов не только отечественные гиганты – МАЗ, Амкадор, БелАЗ, ГУМ, Сельмаш, но и ведущие российские заводы. В условиях санкционного давления белорусы научились лавировать, выстраивать логистические цепочки и покорять новые рынки. Мы генерируем идеи, создаем уникальные разработки. Мы развиваемся. Вопреки. Татьяна Горбач, Станислав Чичерин. Итоги недели. Церковь, общество и государство. В Бабруйске прошло торжественное гашение почтового блока. Марка, которую выпустили в обращение при поддержке Министерства связи и информации, посвящена тысяча тридцатилетию православия на белорусских землях. Изображена на ней официальная эмблема торжеств. Предмет коллекционирования выполнен с послепечатными технологиями. К слову, впервые в 30-летней истории филателии нашей страны один проект содержит 15 специальных памятных штемпелей. Во всех епархиях белорусской православной церкви в ровно в три часа совершился процесс гашения. Сам митрополит с Министерством информации совершал гашение марки. Дизайн разрабатывался белорусским церкатом совместно с конвертом. Сегодня церковь играет важную роль в духовном возрождении современного общества и укреплении позиции православия в суверенной Беларуси. Сотрудничество с государством и различными социальными сферами – неоценимый шаг в развитии нашей республики. Чтобы лекарство не стало ядом, в обрусских поликлиниках появились контейнеры для сбора просроченных медикаментов. Можно утилизировать аэрозоли, капсулы, свечи, суспензии, таблетки, капли и мази. Инициатива поможет снизить влияние фармацевтических отходов на окружающую среду и здоровье человека. Об осознанном выборе Карина Гуревич. Аптечка – атрибут практически каждого дома. Некоторые лекарства могут храниться в ней месяцами или даже годами. Но что же делать, если срок годности все-таки истек? Если задуматься о последствиях, просто выбросить микстуру в мусорку – не самый удачный вариант. Для этого в городских поликлиниках установлены специальные контейнеры. Лекарственные препараты вывозятся по мере наполнения. Возможно, не все жители нашего города знают, что такие контейнеры установлены. Поэтому, пользуясь случаем, хочется к ним обратиться, чтобы они регулярно проверяли свои аптечки. Не меньше, чем раз в году. Желательно и несколько раз обращали внимание на аптечки своих пожилых родственников. Избавляться нужно не только от просроченных препаратов, но и от тех, что пришли в негодность. Лекарства могут раскрошиться, изменить цвет и запах. Если на упаковке не сохранился срок годности или его не видно, такой микстуре тоже не место в аптечке. Сдать можно и аэрозоли, капсулы, свечи, суспензии, таблетки, капли, мази. В первую очередь нужно доставить лекарства из картонной упаковки, из стеклянных или пластиковых флаконов. Нельзя утилизировать разбитые термометры, использованные шприцы и иглы. Растительные вещества выкидывать тоже не стоит. Они не опасны для окружающей среды. Первый контейнер на базе шестой поликлиники установили еще в прошлом году. В рамках инициативы «Природа без фармацевтических отходов» места для сбора лекарств появились почти в 30 населенных пунктах. Проект завершился, но идея продолжает жить. Подобные экобоксы можно встретить в медучреждениях по всей стране. Мы показали, что проблема действительно существует. Путем информирования населения через СМИ, соцсети, опросы, плакаты, интернет-ресурсы, комиксы, мультфильмы, документальные фильмы, информационные встречи мы вовлекли в решение проблемы различной целевой аудитории. За время проекта было много интересных находок. К примеру, старейший препарат датирован 1987-м. В лидерах просрочки – нитроглицерин. Есть разные причины, по которым в аптечке накапливаются лекарства с истекшим сроком годности. А самая распространенная, конечно, запасливость. У нас большое количество аптек в городе, в том числе и круглосуточная аптека. И приобретать препараты впрок на сегодняшний момент не имеет никакого смысла. Можно порекомендовать иметь дома в аптечке противоаллергические препараты, жаропонижающие, обезболивающие, которые могут оказать первую помощь при каких-то симптомах. Некоторые медицинские отходы не подлежат вторичной переработке, а их утилизация – дело не из легких. Занимаются этим специальные компании, которые заключают договор с медучреждением. На предприятии лекарства сжигают при высокой температуре. Ведь просто отправить их в мусорку – значит навредить животным, экологии и самому себе. Эти микроэлементы способны накапливаться в воде, в животных и растительных организмах и далее попадать в организм человека, вызывая негативные последствия. Одно из самых распространенных – это антибиотикорезистентность. То есть, когда в вас накапливаются антибиотики, ваш организм перестает на них реагировать и правильно отвечать. Подобные контейнеры есть во многих странах мира. В США, к примеру, за последние несколько лет туда сдали более полутора тонны медикаментов. Самым эффективным способом утилизации здесь считается сжигание. Остатки вывозят на полигоны. В Японии отходы не закапывают вовсе, их полностью перерабатывают. Между тем, весь мир сходится в одном – от решений, принятых сегодня, зависит наше завтра. Карина Гуревич, Максим Галеонко. Итоги недели. По цветам софитов в Бобруйске прошел кастинг музыкального проекта ОНТ. Среди участников – представители лесной отрасли, инженеры, мастера, технологи и просто заводчане. Заявили о себе 18 человек без профессионального вокального образования. Удивляли не только голосом, но и игрой на гитаре, фортепиано и цимбалах. В репертуаре народной и патриотической композиции. Тепло, очень душевно, гостеприимно. И мы заканчиваем наш отбор республиканский на очень хорошей, доброй, позитивной ноте. Это здорово. Спасибо вам и вашим жителям за это гостеприимство. Впереди шесть отборочных концертов и полуфинал, в который попадут 12 участников. Только половина из них пройдет финал. Выбирать лучших будет жюри, а также зрители с помощью телефонного голосования. Уже в ноябре шоу появится в эфире. Мобилизация населения, профилактика онкологии, смерть дельфинов. В Австралии на берег выбросились 230 морских млекопитающих. Удалось ли кого-то спасти? Далее обзор громких заголовков мировых новостей. Президент России объявил о частичной мобилизации. Соответствующий указ уже подписан. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе. Прежде всего, те, кто проходил службу в армии, имеют определенные специальности и опыт. Это порядка 300 тысяч человек. Причина – защита суверенитета и территориальной целостности страны. В Польше рост цен на удобрения может привести к снижению урожайности, а в будущем и к нехватке продовольствия. Причина – подорожание энергоносителей, поскольку сельхозотрасть – крупный потребитель природного газа, мазута и угля. Цены выросли так, что люди даже не могут себе сделать запасы на зиму, чтобы обогреть дома. Евросоюз усиливает борьбу с онкологией, расширяет систему профилактики, обнаружения и диагностики. Объединение рекомендует увеличить количество обследований на разные типы заболевания. В 2020-м самыми смертоносными видами были рак груди, шейки, матки, кишечника. Согласно новой инициативе комиссии, бесплатно проверить эти органы к 2025-му смогут 90% европейцев. В Латвии хотят запретить использование русского языка. Это коснется общественных услуг. Нельзя будет информировать клиентов в аэропортах, такси, на железнодорожных станциях, а также в сферах управления недвижимостью, коммунальных услуг и банковского дела. Тем временем в стране русские родным считают 40% граждан. В австралийском штате Тасмании на пляже в заливе Макуори оказались 230 черных дельфинов. Большинство погибли, некоторых удалось вернуть обратно в море. Эксперты до сих пор разбираются в причинах. К слову, два года назад на это же самое место выбросились больше 300 морских млекопитающих. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты Бобруск-360 и я, Мария Бересневич. Новая неделя, новые итоги. Увидимся. Новая неделя